Каждый раз, когда идет дождь, вода, скопившаяся на крыше, стекает по стене дома номер 3 на улице Силкина. В результате стена покрывается грибком. Не только снаружи, но и внутри, в квартирах жителей подъезда номер 8. Отодвинули, там зелень была, весь угол. Ну, естественно, все ободрали, мы там хлоркой чем-то дочь проделывала, в этом все. И вот уже мы туда, ну, на другой год вроде опять началась влага, опять появляться. Ну, и мы уже там шкафы не ставим, ничего нет. Отодвигаем, вентилятор просушиваем. Из-за грибка фасад дома постепенно разрушается. Люди жалуются, что в подъезде постоянно вода. Раньше жильцы дома наивно думали, что там часто моют полы. Течет вода и по стене подвала. Козырек над домом. Сделали его, но сделали неправильно. То есть положили плиту. Плиту до конца ее дома, ну, как бы не сделали. Там расстояние получилось. Течет вода. Уже дверь входная просто вся ржавая. Зимой мы просто, можно сказать, на попе съезжаем. Кроме того, в козырьке появилась трещина. Из-за повышенной влажности, как снежный ком, накапливаются другие проблемы. Эти ступеньки сделали всего год назад, но они уже в плачевном состоянии. Избыточная влажность привела к тому, что в доме завелись блохи. Там жёлоба, видно, нет. Или он сломанный, или засорённый, или что ли. Никто не делает. Ну, видно, когда весной-то вот долбают этот лёд сосульки. Ну, там, видно, это поломали. Всё по стене. Жильцы неоднократно обращались в центр ЖКХ. Сотрудники ЖКХ чистили стену дома от грибка и плесени, подкрашивали проблемные участки. Тем не менее, проблема повторяется каждый год. Вот что бы сделали нам? Вот этот вот жёлоб поправили. Ну, не текла бы вода. И с той стороны, и с этой. У нас нет вот всё. Ну, и вот это вот бы заделали. Оно бы не было вот этой плесени. Оно же и отваливается, фундамент. Сотрудники центра ЖКХ осмотрели дом и обнаружили недостатки, вызванные конструктивными особенностями козырька. Их замажут в течение сентября. Конструктивные особенности стока в таких домах ведут к тому, что швы периодически нужно замазывать. Кроме того, жильцам необходимо подать официальную заявку в центр ЖКХ. В центре знают о проблеме с подтёками воды и обещают решить её в течение сентября. Продолжение следует...